На автосалоне в Шанхае компания Renault представила бюджетный электрокар CityKZ. Эта машина должна совершить мини-переворот в сегменте электромобилей. По задумке, маленький хэтчбэк станет глобальной моделью и окажется на самой верхушке рынка электромобилей. Одним из его безусловных преимуществ станет цена. Renault обещала уложиться в 7-8 тысяч долларов, и это без учета субсидий. В Шанхае представлена предсерийная версия, но еще не готовая к производству. Хотя за полгода, минувшего после показа в Париже концептуального варианта, конструкторы проделали немалую работу. Но на факты Renault скупится. В основе хэтчбэка лежит бюджетный Renault Quid, цена которого в Индии стартует примерно с 250 тысяч рублей. Электромобиль отличается другой формой передка, иным задним бампером и декором. Багажник вмещает те же 300 литров, что и Quid, а клиренс модели составляет 150 мм. Также известно, что зарядить батарею электрокара с нуля до 80% можно будет всего за 50 минут. Производством машины уже до конца года займется совместное предприятие китайского концерна Dunfin и альянса Renault-Nissan. Однако Китай не будет единственным рынком, и рано или поздно KZ предложат за пределами Поднебесной. Универсал мини Clubman ждал рестайлинга долгие 5 лет, но получил немногое. Обновлена решетка, подправлены фары, а диодные задние фонари перешли в базовую комплектацию. Единственная серьезная техническая доработка – новая спортивная подвеска с заниженным на 10 мм клиренсом. Как опцию ее предложили топ-версия. Дополнительно Clubman оснащается адаптивными амортизаторами, а вот моторная линейка осталась прежней. Другие перемены касаются списка оснащения, в которые добавили глянцевый пластик вместо хром в салоне, или же новые варианты отделки – кожа синего, серого и светло-коричневого оттенков. Цены объявят позднее, а вот перспективы появления Clubman в России пока что туманны. КОНЕЦ